Вспоминается один случай, когда я находилась на стажировке и вела семинары в такой есть университет Бундесвера в Гамбурге. Я пришла к студентам, и мы как раз разбирали тему по европейской интеграции и гражданству Европейского Союза, тех визовых режимах, которые вводились, и как они потом ушли в прошлое. И когда я заговорила, ну вот расскажите, представители из разных стран, студенты, как вот в вашей стране шенгенские условия вводились, как они потом упразднялись. Все студенты на меня смотрели, а потом и молчат. Я думаю, видимо, я не так задала вопрос. Я опять толкой вопрос. И один студент поднимает руку и спрашивает, а что это такое шенгенские соглашения? То есть молодое поколение, выросшее уже в новой Европе, для них это абсолютно не актуально. Они уже живут в реальности. Они уже воспринимают как данность, да? Это данность, для них границы условные, только на карте. Им не надо знать об интеграции, они в ней уже живут, да? И фактически во внутреннем пространстве, да? Если говорят об интеграции, то это говорят в академической среде, или если это касается, ну, к примеру, торговли, экономики, финансовой сферы. Да, там побольше говорят, но уже привыкли. И когда нас воспринимают евро, уже далеко-далеко тоже начала говорить о немецкой марке, о лире, у молодежи, ну да, была такая монета. А зачем? Для чего? То есть, если со студентами европейскими изучать европейскую интеграцию, я поняла, нужны те же самые инструменты, подходы и, может быть, даже программы, азбуки европейской интеграции, как и для наших студентов. Но наши очень хорошо ориентируются, что такое евро, что такое доллар, что такое шенгенская зона, а где она есть, а где ее нет, поскольку мы живем в таком мире, когда нужно вырываться во внешнюю среду и получать визы и так далее.